здравствуйте девочки и мальчики здравствуйте дорогие мои я еду на работу и как видите сейчас сильный дождь времени 7 нет какое 7 8 утра 8 утра и у меня есть полчаса чтобы с вами поболтать и поэтому я это с удовольствием сделаю вот конечно я сейчас увижу комментарии вы опять в машине но вот именно в машине у меня есть время время которое я могу потратить на какие-то рассказы на разговор с вами прежде всего хочу конечно сказать или рассудить или рассуждать о комментариях которые были под моим видео с оксаной оксана рассказывала про россию она рассказывала то что она видела в общем то многим это понравилось но самый главный самый главный такой такого негодование самое главное было насчет моего лица все начали но не все но много-много я получила комментарии написали наташа ты так постарела боже беги быстрее к врачу к этому косметологу ты вообще там пухла какой-то ужас тебе надо проверять это это кто-то написал что надо срочно бросить пить в общем это вот это самые смешные комментарии для меня когда пишут что надо бросить пить но это неважно я хочу вам сказать я конечно не могу все свалить на свет это и понятно мне уже 50 лет да но многое очень зависит от цвета я могу вам показывать себя красавицу неимоверную каждый день для этого мне нужно найти красивый свет чтобы падал но дело в том что это видео я делала абсолютно утром то есть я проснулась в 8 утра и побежала к оксане пока у нее не было вот этих записей поэтментов и конечно я вот такая вот не накрашенная села к оксане и оксана говорю давай запишем расскажи мне потому что я не знаю когда я еще увижу вот а сама сидела и думала думаю ну вот я сейчас выставлю это видео конечно поэтому я вам хочу сказать конечно у меня лицо не такое как если бы я снимала видео днем да если бы я была накрашена но я вам хочу сказать что в возрасте 50 лет утром лицо у всех абсолютно другое вот почему такие легенды ходят лицо утром вот если мужчина тебя увидит утром вот если он тебя полюбит утром то значит он тебя на самом деле любит то есть очень много легенд у женщин идет вот о своем лице именно утром поэтому я именно утром его и показала конечно я выглядела не лучшим образом за что я очень извиняюсь может быть возможно мне не надо было вообще снимать видео но мне очень хотелось поделиться рассказом оксаны о том что вот их не было 20 лет в россии вот что она увидела но почему-то ну не больше но равное количество было и заинтересованных рассказом оксаны и моим лицом так что я вам хочу сказать что конечно если я какой дождь хорошо что я кстати но в научниках вот так вот разговаривать с наушниками я научилась у тани у тани которая с которой я недавно недавно встречалась селтик селтик танечка забыла как называется у тебя у нас было называется у тебя канал ну и вот я вам а про это я хочу сказать что конечно я не всегда бываю красавицей а может быть для кого-то я вообще никогда не бываю красавицей кто-то мне пишет что я выгляжу хорошо но вы знаете как говорится на вкус и цвет товарищи так что я я хочу сказать те девочки которые мне написали наташа идей к косметологу все такое очень много конечно было комментариев добрых от души они не просто советовали там девочка написала вот еще четыре года назад и выглядела хорошо не знаю почему четыре года назад вот но я вот что хочу сказать я у девочки 1 написала я рассказала что говорю у меня у меня во первых не четвертки у меня уже ее 6 лет нет но я все эти годы я держалась и я старалась как бы выглядеть хорошо и не поправляться а вот но вот в том году да у меня начался вот этот перелом женский все понимают о чем я говорю да и вот с этим переломом мне еще стало трудней как-то себя удерживать и вот началась конечно припухлость лица тем кто пишет что надо бросить мне пить даже не старайтесь бросать мне нечего так как я не пью я пью может быть один бокал сухого вина в неделю а вот я не знаю если это считается пить то наверно тогда значит мне бросить надо и это вот и поэтому я хочу сказать всем спасибо вам большое за ваши комментарии и вообще я уже вот вчера третий день я ходила пешком я хожу пешком от дома до пабликса и от пабликса до дома сколько это получается то есть от дома до пабликса я посмотрела у нас 2 2 . 2 мили 2 мили 200 вот сколько одна миля 1600 километров тысячи одна миля километр 600 метров 2 мили 3 200 вот где-то 3 400 3 500 я прохожу в одну сторону и 3 500 другую 7 7 даже километров получать вот я как бы конечно я понимаю что надо все равно стараться надо себя поддерживать и конечно я согласна если уж я выпускаю видео до если уж смотрят меня многие люди то надо конечно соответствовать но вы знаете иногда мне все-таки кажется что там на канале у меня столько много друзей и столько много своих девчонок и мальчишек что они меня как-то вот простят а многие даже может быть скажут спасибо за то что я не выпендриваюсь как говорится показываю все как есть но еще очень много как я повторяю зависит от света я там сидела свет конечно был вообще вот так вот сбоку я выглядела как рыба вообще я сама это знаю прекрасно как я выглядела поэтому я вам хочу сказать что вот следующее видео после того как мы с оксаной были да вот следующее видео буквально было на следующий день и ничего такого у меня не было как моя обычная лицо вот что еще был еще вопрос такой наташа почему ты у тебя вы сестре не купить мой билет и она бы к тебе приехала что люди в америке как бы они могут купить билет легко и это не так бьет по карману как если бы в россии купить и не абсолютно брать женщина права вы знаете билет купить это просто не вопрос я бы завтра купила своей сестре билет чтобы она приехала но получил как получается во первых сестра у меня выправила паспорт только в том году и в том году они собирались и собирались приехать вдвоем с мужчиной со своим да она должна собиралась приехать поэтому а у них были отложены деньги за то что они приедут и у меня был отпуск тогда то есть я не работала и я конечно хотела очень чтобы они приехали но вот грянул вот этот вот вот этот кризис и в общем то пришлось им не ехать потому что они во первых едут вдвоем и но мужчина если платит только я не знаю и рассказала моя сестра мы не поедем в этом году мы поедем в египет и они поехали в египет это был это был первый вообще первая поездка моей сестры за границу в том году египет она нигде не было вот но и я вам хочу сказать и не только же билет решает поездку в америку нужно еще получить визу и это самое главное если бы у меня сестра получила визу я бы конечно купила билет но до данный момент если она получит визу сейчас то мне нужен еще отпуск для того чтобы принять сестру да вот представьте себе сестра моя сейчас приезжает а я работаю каждый день но какой кайф ей от того чтобы она сюда приехала сидела у меня дома поэтому для того чтобы приехала моя сестра конечно я хочу очень подготовиться очень хорошо чтобы ее везде повозить конечно если вот может быть у меня будет отпуск тогда я как-то вызову ее одну но ей нужно получить еще конечно визу и дадут ей визу или нет мы тоже еще не знаем посмотрим в общем то если я в следующем году буду риэлтором как я мечтаю у меня будет другой график и сестра приедет из мужчины или без мужчины но тогда уже будет совсем другое дело и поверьте мне я очень хочу сестра моя приехала и она одно время она не хотела ехать она боялась самолетов да и сейчас она боится но в общем как-то все откладывали откладывали так вот но у нее паспорта заграничного никогда не было и я сколько ее заставляла сделать паспорт и она все да 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 и вот все эти годы она никак не могла даже по по паспорту отправить выправила только в том году вот так вот получилось но ничего страшного я думаю и все равно конечно и мне тоже хочется туда поехать и мне уже пора туда ехать и не сюда хочется наверно съездить и я надеюсь что у нас еще есть время чтобы она сюда приехала и я и все показала конечно это моя мечта чтобы она сюда приехала потом были вот такие вот комментарии насчет видео где мы с любой и с дэниелом и поехали завтракать и конечно там все кричали что такой завтрак огромный прощай талия да как вы вообще можете так жить как вы могли можете так питаться но я вам хочу честно сказать мужчина у нас съели все но мы с любой не съели все мы съели с ней по полу тарелки и все поэтому мы с собой не брали потому что мы знали после этого мы поедем в магазином поэтому с собой мы ничего не взяли да и не надо такой завтракать с собой вот поэтому мы даже много если подают настолько не едим с любой поэтому не переживайте и спрашивают почему вы не завтракайте дома ну конечно мы завтракаем дома это редкий случай когда мы куда-то выберемся позавтракать вместе и это это не для того чтобы именно позавтракать для того чтобы встретиться и провести хорошее время вот для этого мы встречаемся иногда за завтраками вот еду опаздываю опять виктория скажет ну это как всегда вы знаете когда в перископе я сижу я заболтаюсь заболтаюсь иногда и заверну куда-нибудь или проеду или не доеду и надо мне опять разворачиваться виктория пишет но это все как по сценарию так и должно быть но вот не люблю я gps я не говорю сейчас что я поеду на работу на gps но вообще куда бы я не ехала я не люблю gps и поэтому он сидел куда-нибудь заезжаю да еще при этом когда болтаю в перископе перископ честно говоря стал не очень не очень интересен что ли очень много таких вот нехороших товарищей заходит пишут всякую ерунду знаете даже но я не буду повторять что там пишут но запишут такие залетные которые абсолютно не знают чем заняться и вот они сидят значит в перископе скачу с одного канала на второй чтобы кого-то оскорбить и их больше и больше становится и уже честно говоря реже и реже хочется туда выходить в этот перископ потому что ну что опускаться на их уровень это смешно с ними спорить смешно их банить тоже пока едешь невозможно всех банить когда они начинают такое писать неудобно перед зрителями паранормальными зрителями неудобно за них же вот поэтому я редковато теперь про выхожу в перископ но у нас есть зелло зелло такой канал правда он девичий канал в основном называется он канал он ли наш до этого я рассказывала про зелло другого названия но при нам пришлось удалить этот канал потому что к нам очень много набежало незнакомых людей мужчин которые они которые испортили в принципе нам весь environment то есть все всю нашу уютную обстановку там нарушили и мы уже ничего не смогли сделать и мы решили как бы открыть еще один канал с девочками вот в частности виктория открыла этот канал вот я там конечно не целыми днями не могу сидеть но он у нас такой девичий уютный мы о чем только там не разговариваем мы делимся там рецептиками мы делимся шутками смеемся в общем кто как день провел так что девочки наши если вы хотите зайти и как-нибудь с нами побеседовать добро пожаловать вот этот вот канал я сейчас напишу здесь как он называется поэтому заходите к нам программа зелло ну вы уже знаете эту программу и будем общаться мне очень приятно общаться такие у нас там девочки милые теплые добрые хорошие я сейчас бы по именам назвала всех но я просто боюсь кого-то не вспомню если я кого-то не вспомню кто-то может быть ну не то что обидится будет неприятно поэтому не буду никого называть девочки знают про кого я говорю вот на улице дождик я вам хочу сказать что во флориде вот я тут мигу михаила портного смотрела видео и они говорили за светланой про дождливый день про солнечный день и я написала там комментарий что во флориде пасмурный день приравнивается к солнечному дню в том месте где ему не хватает от этого солнца это на самом деле так когда видишь пасмурный день то честно говоря как-то душа радуется вот как сейчас например мне солнце не бьет в лицо я еду нормально разговариваю но вот если бы не было дождя то было бы вообще отлично а солнце она очень много забирает энергии вот еду разговариваю вообще вот надеюсь что звук у меня хороший потому что я первый раз разговаривать через микрофон с наушниками смотрю вот туда то туда если смотрю на себя то видите получается что я смотрю не на вас вообще на смотреть на эту маленькую точечку и тогда я буду смотреть на вас а вот я вот хочу рассказать мне вчера артем звонил я вчера с артемом разговаривала и артем как бы сейчас данный момент он уже закончил уже как бы master degree он закончил университет и что у него ему сказали он сейчас получил disability на ветеран то есть он ветераном был но ему отдали disability так как у него была операция на спину в армии ему дали disability disability небольшое но не важно сколько тебе дали disability ты получаешь огромные бенефиты я вам расскажу какие бенефиты он получил он даже сам честно говоря не знал во первых когда ты подаешь свое резюме на любую работу твое резюме рассматривает первым и можно сказать что тебе не имеет права отказать если ты подходишь по всем параметрам второе оказываться ему можно учиться безлимитно то есть раньше когда он вышел из армии и ну закончил армии ему сказали вот у вас есть три года чтобы выучиться и мы будем платить вам за три года за любовь к колледж то есть он отучился два года в стэццине потому что он два года уже закончил в этом в армии потом он доучился в стэццине и он год доучился в вашингтоне дисси вот на мастер тигре то есть три года ему заплатили а так как ему сейчас дали disability вот эти да оказывается ему можно будет учиться безлимитно мама он год я хоть шесть говорит образование могу получить вот этих высших и причем каждый раз когда он учится ему будут платить каждый месяц по две с половиной тысячи то есть во время учебы он год мама я могу вообще вот идти учиться и он конечно идет опять учиться еще на высшее образование он хочет иметь два высших образования вот конечно больше чем это он уже не будет но просто доме рассказывал сколько хочешь учись но он хочет выбрать очень хороший сейчас колледж то есть он учился в стрейн колледже он говорит но он не такой как бы лучший как стэццин и вот он сейчас хочет выбрать очень хороший колледж и учиться и получать второе высшее образование и одновременно он сейчас подают заявление на government job если кто в америке живет знает что government job это самая лучшая работа которую вы можете вообще иметь в этой стране по крайней мере вот и он конечно вчера был такой счастливый и довольный тем что вот это вот произошло с ним и но он получил disability как бы он просто ждал это не собирать и очень долго три года и как бы все это там рассматривали ему заплатили за те три года которые мы платили не платили вот все что вот ему в месяц сейчас было положено да то ему заплатили за те три или четыре года с тех пор когда он вышел из армии то есть заплатили за все то есть он получил кучу денег сейчас вот и будет получать каждый месяц пожизненно вот это децибилити и с этим децибилити у него конечно обалденные обалденные бенефиты, которых, конечно, я вам хочу сказать, что это просто мечта иметь такие бенефиты, которые у Артема. И я очень рада, я счастлива. Что если, не дай бог, со мной что-то случится, Артем у меня taking care of. То есть у него все пучком. Вот это меня очень радует. И когда у меня Артем будет работать на government job, это просто будет супер. Он говорит, мама, у меня сейчас есть все, о чем я мечтал год назад. Он приехал в Вашингтон в том году, у него не было опыта работы. Он приехал сразу после колледжа. Бизнес, который он хотел открыть, у него не получился, к сожалению. И, конечно, ему было очень тяжело. Он был в таком большом стрессе в том году. Потом он нашел работу, потом пошел опять учиться. Ну и, в общем-то, закрутилось, все, ничего, нормально. Но все равно ему было тяжеловато так с Биллами, потому что у него большой счет у него Билл за машину. У него машина хорошая. А вот у него Charles Support, он платил за аренду, он платил за все страховки. В общем-то, это было очень много. И вот в данный момент он сейчас будет уже искать работу, более высокую, конечно, зарплату. И он говорит, мама, у меня сейчас есть все. У меня есть опыт работы, у меня есть высшее образование, о том, о чем я мечтал в том году, я просто сейчас, говорит, буду. И еще, говорит, есть ветеранская disability. То есть, вообще, как бы, все карты в руки. Тут вдруг постучу вот так. Не знаю, почему там постучать, но я была очень вчера счастлива, с ней вчера разговаривали мы. Я не знаю даже, что мы мне... Я вот сажусь и думаю, я сейчас поболтаю о том, о том, о том. И когда садишься, и вот, знаете, особенно, когда машину ведешь, то надо, конечно, внимательно, да, там смотреть на дорогу и как-то все вышибает из головы. Честное слово. Ну все. Я уже подъехала, в принципе, к работе. И спасибо вам большое за то, что вы меня слушали. И я просто с вами поделилась тем, о чем я думала. И, возможно, для кого-то это неинформационный ролик, потому что очень часто пишут, никакой информации вы нам не дали. Только время мы зря с вами истратили. Но, вы знаете, если есть информация, я рассказываю. Если нет, я просто общаюсь со своими подписчиками, со своими девчонками и мальчишками. Вот, как, знаете, некоторые пишут, Наташа, неужели тебе не стыдно называть всех девочками и мальчиками? Там женщины, значит, 50, 60, 70 лет. И называть их девочками и мальчиками, по крайней мере, это там не воспитано. И некоторые пишут, что я специально унижаю своих подписчиков, называя их мальчиками и девочками. Но бред. Бред сивой кобылы. И я хочу сказать, что никто никогда, если люди нормальные, адекватные, никто в жизни никогда не напишет таких вещей, что я как-то там кого-то унижаю или обижаю. Я не так воспитана, что кого-то унижать, обижать, кому-то завидовать или там кого-то оскорблять, обзывать. Я не знаю, какие там слова еще можно употребить. Поэтому, если вы сидите на моем канале и смотрите мои видео, знайте, что я вас очень люблю и я вас очень уважаю. Как бы вы ко мне не относились. Но я вам хочу сказать, что когда пишете, хотя бы напишите, мне кажется, что вы хотите там кого-то оскорблять. Не надо писать так, о том, что вы как будто это знаете. Вот. Поэтому, как пишут там, Винни уже тошно от твоих видео. Он уже просто как бы силится. И если Винни мне говорит, Наташа, я не хочу сейчас на видео сниматься, я не буду его снимать. Поверьте мне. Прежде чем я вытаскиваю камеру, я говорю, Винни, как насчет видео? Давай, может снимем? Он такой, давай. Я никогда в жизни не суну Винни камеры в лицо, если он скажет мне, мне это не нравится. Или, бывает такое, если я и снимаю, и он скажет, Наташа, хватит, этого не увидишь. И вообще этого видео даже не будет, если он скажет, что мне хочется сниматься сегодня, в данный момент или еще как-то. Поэтому я не надоедаю ему с видео. И когда вот мы ходили с Винни по океану, там одна женщина написала, что Винни тошно как бы от твоей камеры. Винни тошно было от жары, потому что было очень жарко, и Винни очень тяжело переносит жару. Он не может ее переносить, эту жару. Поэтому, и холод он тоже не может переносить. Уехал из Нью-Йорка от снега, и жару он не может переносить. Ну, в общем, вот так получается. И ему, честно говоря, на камеру было наплевать, ему было просто жарко. Вот. Все. Я подъехала на работу. Всех вас люблю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok